Приветствую вас. В самых общих чертах то, что вы описываете, может быть связано с стремлением человека к контролю. С стремлением человека к контролю и с различного рода импринтами. Инпринт это такое запечатление, эмоционально окрашенное, связанное с соответствующим возбуждением в момент проживания инпринта. Любые девиации это касается инпринтов, запечатлений различных и стремления к безопасности. Вот. Значит, что касается крови, да, что касается крови, и что касается разрубания и так далее, это агрессия. Не выращена агрессия человеку. То есть это либо агрессия своя, либо это агрессия на девушек. В данном случае на девушек. То есть это говорит о том, что мужчина вот испытывает какой-то такой вот, с одной стороны, подростратное у него отношение к девушкам, да, чтоб, ну, чтоб обусловлено его стремлением к безопасности. Вот. И к тому, чтобы у него были очень такие вот тесные границы, потому что в свободных границах ему тревожно. И, с другой стороны, он же испытывает некую и некое негативное отношение, да, к девушкам. И хоть ему нравится вот что-то с ними делать, демонстрировать свое доминирование и свою силу. Вот. Это, конечно, все происходит из детства и из семьи. А какие могут быть последствия для вас в этой ситуации? Ну, пока-то вы с этими последствиями столкнулись уже отчасти, да. Ну, вот. Не очень понятно, что конкретно вас пугает, да. То есть пугает то, что он уделяет внимание вашим ступням, как вы пишете, и удовлетворяет вас руками. Или вас пугает его увлечение, вроде вот этой вот агрессии, которая, ну, есть, да. Вот. То есть, если первое, то тут ничего страшного, как сказал мой коллега, но с важными страхами в таком случае нужно работать. Если второе, то ваше обращение понятно, и вы можете сказать, например, мужчине, что любите его, что он вам нравится, но вот вы хотите, чтобы он поработал с психологом, потому что вас пугает. Агрессия нормальная, да, потому что вполне вероятно будет агрессия по отношению и к вам тоже, которая будет чередоваться с такими вот подобострастными, да, моделями поведения. Вот. Вот так можно вам ответить. Это первое. Второе. Вы говорите, что вы с мужчиной год, если вам по 38 лет планируете расписаться, у него есть странные пристрастия. Ну, и как только вы узнали о его пристрастиях, ваше желание расписаться с ним, как вообще, вот, меньше стало, не стало, то есть, вопрос вот к вам у меня. Ну, вопрос у меня к вам такой вот. А дальше, значит, так. Значит, ну, в принципе, наверное, всё. Так. Такой вот вам можно дать ответ на вопрос. Если вам не нравится его сексуальное поведение, то вам это абсолютно нормально. Не каждому партнеру нравится то, что, ну, нравится-нравится другому. И здесь вы либо идете на встречу ему и стараетесь раскрыть, ну, себя чему-то новому, да? То есть, используете, вот, то, что вам дается, да, для опознания новых границ. Либо просто выбираете что-то не ваше и, соответственно, с мужчиной расставиваться. Потому что, ну, он без своего желания, он не изменится, скорее всего. Вот. Такая вот история. И Кудрючев Игорь Леонидович, на мой взгляд, ну, совершенно справедливо спросил у вас, почему вы с этим человеком именно? Почему у вас до сих пор нет семьи? И какие ваши чувства стоят за вопросом? То есть, вот, у меня, например, возникло ощущение, что вы, вот, не хотите мужчину терять, потому что, ну, я расписался, хотите и всё. А вот, вы не хотите мужчину терять, у меня такое ощущение возникло, что вы не хотите терять, терять. А, мужчину, да? Вот. Вот. И, вот это вот не желание, его терять, оно, оно вас мотивирует. Вот. Вот. Оно, оно мотивирует вас, ээээ, ну, ну, на то, чтобы... Пытаться, вот, сейчас разобраться в чужих проблемах, в чужих, а не в своих. Вот. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.